Сегодня мы с вами разговариваем об уходе за техническими сортами винограда. Разберемся, действительно ли лоза должна страдать, действительно ли за технарями можно не ухаживать и как с этим всем увязать мнение, что вино рождается на винограднике. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству. И виноделю зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Сразу предупреждаю, все, о чем мы сегодня с вами будем говорить, все советы носят рекомендательный характер и не являются истинной в последней инстанции. Кроме того, эти советы применимы именно для приусадебного виноградарства, а не для полей и гектаров. И прежде чем мы приступим к конкретике, я позволю себе еще небольшое вступление. А зачем вообще нужно ухаживать за техническими сортами винограда? Они же и так вырастут. Может и вырастут. Только потом в сезон приходит куча комментариев, да вы что, без воды и сахара вообще вино не сделаешь, оно будет кислое, оно будет там вообще непонятно какое. Потому и непонятно какое, потому что делается непонятно с чего. И вообще кто решил, что технарям уход не нужен? Вот задайте себе вопрос, а чем технический виноград отличается от винограда столового? Ну вот на пару минут вам подумать. У него те же листики, у него те же побеги, у него абсолютно такая же биология, физиология. В чем реально отличие? Ну первое, это конечно размер ягоды. Да, мы привыкли, что столовый виноград, это вот виноград такой крупный, да, с большими крупными грознями. А технически виноград у него ягода, ну не всегда мелкая, но она мельче. И сама по себе грозь мельче. Но смотрите, какой нюанс. Столовую ягоду, в принципе, мы можем съесть и немножко недозревшей. Ну не добрала она немножко сахарка, ну может нам так и надо. Нам не надо приторно-сладкий, вот не кислый и хорошо, да, вот чуть-чуть она не дотянула и ладно. А вот техническая ягода вам такого не простит. И дело не только в сахаре, дело еще и в других веществах. То есть должен быть определенный баланс сахара, кислоты, ароматических веществ для того, чтобы сделать хорошее вино. Вот если у нас выросла хорошая ягода, да, мы вырастили вино на винограднике, то в дальнейшем нам останется сделать лишь пару маленьких шажков. А вот если у нас ягода плохая, то уже хорошего вина из него не сделаешь. Конечно, некоторые корректировки провести можно, в сезон мы будем об этом говорить. Но наша задача выращивать вино. Теперь переходим к конкретике и начинаем с посадки. Расстояние между кустами. Какое должно быть? Какое правильное? Правильного нет. Да, опять же, все зависит от целей, задач и условий. В промышленности используют плотную посадку, там, 70-80 сантиметров до метра. Но поймите, это промышленность, да, там есть определенные цели и определенные задачи. Наша рекомендация – это большое расстояние, это метра три между кустами. Почему? Во-первых, площадь питания. Мы находимся, ну, в таком северном регионе, да, у нас корни винограда, они не идут вглубь искать, там, питательные вещества и все остальное. Они находятся в поверхностном слое. И поэтому площадь питания в нашем случае, она важна. Более того, такое расстояние нам позволяет наращивать старую древесину в горизонтальном направлении. Про формировки мы еще будем с вами говорить буквально через несколько минут. И сразу же привожу пример. Вот это технические сорта здесь растут с достаточно поздним сроком созревания. Этим кустам четвертый год, они были посажены весной 21-го года. И, как видите, да, вот через три метра у нас вся шпальера, она заполнена побегами. То есть особо пустых мест здесь нету. При этом, вот смотрите, сколько у нас есть старой древесины. Вот с этой стороны полтора метра. Это вот один кустик. Вот стой. Вот толстенький этот побег, да, чуть меньше. Вот второй куст тоже видим, вот эти вот палки, это старая древесина. Тоже у нас большой запас старой древесины, и это очень хорошо. Потому что это выносливость куста, это его лучшее плодоношение, лучший рост. То есть запас старой древесины, это классно, если у нас есть такая возможность. Так вот, такая посадка через три метра нам как раз-таки дает возможность наращивать эту старую древесину в горизонтальном направлении. В южных регионах наращивание старой древесины, оно происходит в вертикальном направлении, да, вот эти самые деревца. На штамбах, да, вот этот стволик, он называется штамб, вот там он идет вертикально. Можно ли у нас выращивать на штамбах? В теории можно пробовать, но дело очень рискованное. Почему? Потому что мы вообще-то находимся в зоне укрывного виноградарства, с одной стороны, и в зоне майских заморозков, в зоне рискованного земледелия. Поэтому в нашем случае оптимальнее, опять же, я подчеркиваю, не единственно правильно, да, а оптимальнее выбирать веерную формировку и наращивать старую древесину в горизонтальном направлении. Кроме того, я вам подчеркнула, да, что вот мощные кусты, они уже заполнили всю шпальеру. Соответственно, мне нет смысла плотной посадки. Плотная посадка, чем может быть хороша, то, что в первые годы мы можем снять больше урожая. Но потом между кустами начинается серьезная конкуренция. Конечно, в некоторых случаях, опять же, мы можем использовать это на благо. Почему? Смотрите, кусты бывают сильнорослые, слаборослые. И для сильнорослых мы можем применить два способа, как бы, обуздания их. С одной стороны, дать вообще просто очень-очень много места, вот очень-очень. Там даже не три, там даже пять метров можно давать, либо выводить на перголу, вот прям, чтобы совсем нагрузить зеленью и всем остальным, да. Либо пробовать плотную посадку как раз-таки, чтобы они между собой конкурировали, чтобы они страдали. Какой из этих способов правильный? Ну, это только вот опытным путем можно установить на каждом конкретном участке, как говорится, опять же, что лично вам больше подходит, что лично вам больше удобно и что лично для вас приносит больше результатов. Тут таких едино правильных мнений не будет. Мы для себя выбрали посадку через три метра. И еще какой нюанс, вот я уже затронула тему сильнорослых сортов и слаборослых сортов. Вот слаборослые сорта можно посадить и поплотнее, потому что им надо время, чтобы запомнить эту шпалер. Вот там я вам показала, да, четвертый год там все заполнено. Кто там сидит? Там сидят Кадар, Корибом, Арслан, Мускат, Монзони и Цитронный Магарачо. Кстати, Цитронный Магарачо был посажен в 1922 году. Ну, я думаю, что вряд ли вы заметили там сильно разницу. Нужно ли подкармливать при посадке? Опять же, едино правильного мнения не существует, и нам надо опираться на наши условия, в первую очередь на нашу почву, да, насколько она плодородная и неплодородная. Второе, на что нам имеет смысл опираться, это характеристики сорта. Если сорт сильнорослый, вот Лондоу Нуар и Макузани можно смело садить, ничем не подкармливать. Каберне Корти тоже можно смело садить, ничем не подкармливать. Сильнорослые, там надо немножко даже эту спесь сдержать и иметь смысл подкормить. Потом, когда мы увидим, что у них уже так, да, ресурс исчерпывается. Слаборослые, наоборот, подкормить имеет смысл. Но опять же, это исходя из нашего опыта. Тот же Макузани, зигиреба, да, вот он слаборослый. Если его подкормить, первые годы раскормить, нарастить старую древесину, вырастить хорошие, там, плодовые стрелки, рукава, да, это очень даже неплохо. Кого еще можно раскармливать? Реформ можно раскармливать. Он первые годы может так тупить. Вот интересно, потом он достаточно мощно растет, но первые годы вот он тупит. Его тоже можно раскармливать и немножко давать ему больше ухода. Потом он вас отблагодарит. Нитуран тоже слаборослый, но вот опыт прошлого года показал, что вот когда ли ему навоза, да, так он и разросся, он прекрасно созрел, да, прекрасно вызрел глаза. И мы сняли с него хороший качественный урожай. Нера тоже слаборослик. Вот я помню год, когда я срезала черенки у родственника, у него кустик вот, ну, находился на таком пределе, тонкие черенки, был перегружен. Мы посадили эти тоненькие черенки в школку. Они дали шикарный прирост. Они вымахали там чуть ли не по 2 метра. Мы их потом чеканили шикарно, вызрела лоза вот до кончиков, ну, не саженцы, да, а ленделоны. Потому что вот там случилось для них хорошее питание, тепло, и вот они пошли расти. То есть слаборосликов имеет смысл раскармливать, да, и подкармливать в начале их жизненного пути. Но, смотрите, опять же, здесь надо быть все-таки осторожными, потому что есть сорта, я вам сейчас такие конкретно примеры вот сходу не назову, у которых может плохо зреть древесина. И вот если мы их раскормим, да, то мы зеленку вырастим, а ничего не вызрит. То есть тут тоже надо быть аккуратными. Ну, где брать информацию, где-то на форумах, где-то вот в каких-то таких обзорах про наши сорта, чего я вспоминаю, да, чего я знаю. Я всегда с вами этой информацией щедро делюсь. При этом тоже хочу вам показать пример. Вот третья проволочка. Вот эти побеги и побеги на второй плоскости. Это сафира. Четвертый год. У сафиры по характеристикам она сильно рослая. Ну, я бы не сказала, что в данном случае она сильно рослая, да, то есть, как бы у нас она себя ведет, ну, так себе. То есть, да, мы опираемся на характеристики сорта, но все равно каждый сорт в каких-то своих условиях может проявить себя по-другому. Для сравнения показываю пино-нуар. Да, то есть, видите, тут и плотненько, и нагружено, да, и побеги достаточно такие мощные, толстые. Все это на две плоскости, хотя пино-нуар не сильно рослый. Причем, смотрите, вот там вот пино, я пока не знаю, это или черный, или серый. Он на год позже был посажен предыдущего, но разницы особо не видно, да. То есть, вот хорошее питание, и сразу мы получаем хороший мощный куст. С подкормками при посадке разобрались, нужно ли в дальнейшем кормить технические сорта винограда. Опять же, существует мнение, что кормить их не нужно. Хорошо, не нужно, тогда вопрос, а где им брать питание? Где им брать строительный материал на листики, на все остальное? Ну, понимаете, ничего из ничего не бывает. И опять же, если мы говорим про южные регионы, да, там, где много тепла, там, где корни могут уходить далеко в поисках питания, это одно. Мы же находимся, опять же, я повторяю, в северном регионе, да, у нас небольшая глубина залегания корней. Более того, у нас достаточно короткий вегетационный период. И если мы хотим получать ягоду вовремя, хорошо созревшую, то кормить нам надо. Конечно, в разумных пределах и кормить технические сорта можно гораздо меньше, чем столовые. Ну, банально, почему? Потому что у них меньше ягода, меньше урожайность. Если мы с условно столового сорта, там, снимаем 20-30-40 килограмм, да, то с технического сорта мы снимаем, ну, примерно 10. И при этом часть того, что мы забрали, мы же можем вернуть. Мы вино с вами сделали, мы сгладжали и кинули ее обратно под кусты. Там много питательных веществ, мы их вернули. Да, мы дрожжевой осадок сняли, вылили под куст, мы это вернули. Поэтому кормить можно меньше, но не кормить совсем. Повторяю еще раз. В северных регионах, где и так есть недостаток других факторов, да, недостаток тепла, короткий вегетационный период, и некуда сильно пойти за едой. Вот там кормить нужно. Как именно и чем кормить? Мы свои кусты кормим органикой, да, мы их кормим навозом. Раз в пару лет можно этот самый навоз закладывать, и этого будет вполне достаточно. Но опять же мы смотрим по почвам, да, на песках все будет вымываться сильнее, на глинах питание будет задерживаться дольше, глины сами по себе более питательные почвы. То есть тут все зависит от региона, от почвы, от вашего конкретного участка, но кормить нужно. Но, конечно, в разумных пределах не перекармливая. Ну и вот тема питания мы переходим к теме полива. Нужно ли поливать? Опять же все зависит от местности и от региона. Если у нас это хороший теплый климат, то, да, корни ушли далеко, где-то влагу нашли. В нашем регионе корни поверхностные, и влагу найти им сложно. И смотрите, какая ситуация. Вот привожу пример прошлого года. Весна приходит рано, снег уходит рано. Наступает май месяц, да, и с мая месяца, ровно два месяца, у нас вообще ни капли дождя. Повторяю еще раз, 25-30 сантиметров – это глубина, где залегают основные корни. Все, ниже они не идут, там холодно и голодно. У нас больше сильная земля не прогревается. И вот что мы получаем. Весна, когда в почве должен быть запас воды, когда основной период роста, когда вот надо наращивать зеленую массу, а воды нету. Мы можем даже иметь питательную почву, но нет растворителя. Поэтому взять вот это питание невозможно. И что происходит тут? Наша лоза, она страдает. Она не может нормально цвести, да, она не может нормально функционировать. У нас весь виноградник был желтый. Пинонуар только. Себя прекрасно чувствовал. Вот так вот издалека встанешь, да, и прям видно. Все желтые, только пинонуар такой темно-темно-зеленый. Мы еще там золой подсыпали, тоже я про это рассказывала, и все хлорозило. Потом пошел дождь, и все стало замечательно. То есть, опять же, в зависимости от условий, мы понимаем, что если вот сейчас растению плохо, у него сейчас есть потребность в каком-то факторе в воде, этого фактора нет, наша задача дать ему это. Тогда мы будем иметь хороший результат. А так что мы можем получать? Оно будет стоять, 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 да? Потом нам в середине лета или ближе к концу лета у нас пойдут дожди. И он такой, о, классно, дожди, надо расти. А ему уже к этому времени не расти, надо ягоду созревать и лозу вызревать. А у него сбой, потому что факторы, которые ему нужны, да, они пришли не в то время. Следующий момент, когда нам имеет смысл поливать, это период наливо ягоды. Опять же, я это поясняю для нашего региона. Смотрите, что происходит, ну, конкретно у нас в Беларуси. Вообще, осадков самой по себе влажности в течение года достаточно. Но она неравномерна, и вот особенно неравномерна в последние годы. Опять же, вот весна, вот прошлый год была такая, а вообще у нас, наверное, лет 5 уже проблемы с веснами и проблемы всего сельского хозяйства. Второй момент, когда в наших условиях есть смысл поливать виноградник, это момент налива ягоды. Опять же, почему? Потому что у нас вообще в Беларуси осадков более чем достаточно. Но они распределены очень неравномерно. Что часто бывает? Вот у нас идет налив ягоды. Да, где-то там июль, август. В это время стоит сухая, жаркая погода. А потом конец августа, сентябрь приходят дожди. И приходит дождей много. Что делает виноград? Виноград вообще влаголюбивое растение. Оно устойчиво к засухе, но виноград любит воду. И лучше всего вот в дикой природе виноград растет там, где влажно. А мы его взяли, притянули в сухие условия и говорим, мы те водички не дадим, не положено. Так вот, что получается, что ягодка, она сформировалась под определенный размер. Она понимала, что должно быть, ну, что сухо. У нее плотная сухая кожица. Тут дают водичку. Виноград начинает ее качать, ягоды начинают рваться. Если у нас еще она не дозрела, немножечко, да, вот ей бы чуть-чуть повисеть, она трескается, да, она загнивается. Мы теряем часть урожая, и урожай снижается в качестве. Поэтому имеет смысл, опять же, если стоит жаркая, сухая погода в момент налива ягоды, если у нас есть возможность виноградник орошать, виноградник увлажнять, дабы не иметь вот этих проблем потом. А с другой стороны, смотрите, как еще мы можем управлять поливом? Бывает, опять же, пишут комментарии, что мы вот вино разбавляем при приготовлении водой, потому что оно там набрало слишком много сахара, да, потому что вот оно там слишком плотное. Ну, плотность регулируется по-другому, но если у вас набрало слишком много сахара, полейте под корень, да. Виноград возьмет эту влагу, и вы получите через виноград несколько разбавленную ягоду. Вот опять же, мы, жители северных регионов, кто работает с винами, мы прекрасно знаем, у нас виноград сахар набрал, 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 прошел дождь, сахар размылся, водой упал. То есть, если мы знаем процессы, мы можем ими управлять. Вы нужны ее нам в сторону. Теперь переходим к формировке технических сортов винограда. Какие тут есть нюансы? Конечно, есть какие-то рекомендуемые формировки, но они есть рекомендуемые для определенных регионов. И да, есть даже рекомендуемые формировки для определенных сортов, но когда вы выбираете, как вам сформировать куст, вы в первую очередь ориентируетесь на ваши конкретные условия и на то, как вам будет удобно обслуживать эти кусты. Я вам уже сказала, что у нас низкие формировки, мы используем что для технических сортов, что для столовых. Одно и то же, верная четырехрукавная формировка с усиленным плодовым звеном, со смещенной зоной плодоношения. Именно эта формировка оптимальная для нас, оптимальная для укрытий и оптимальная для защиты виноградника от весенних заморозков. Также технические сорта неплохо закладывают урожай при короткой обрезке. Смотрите, что такое короткая обрезка. Вот это у нас старая древесина, вот это лоза прошлого года. Мы ее обрезали на рожок, на три почки. И вот у нас пошли в рост рогаспобия, два, ну тут третий слабенький. И мы видим вот здесь урожай. То есть можно такие сорта, их достаточно много, кто плодоносит при короткой обрезке, формировать кордоном. Что такое кордон? Вот там вот этот рожок низко, вот смотрите, здесь еще один. То есть мы можем резать на такие рожки, и вот здесь снизу отращивать зеленые побеги. Но хочу заметить вам еще одну вещь. Да, вот мы видим здесь гроздочки при короткой обрезке, при оставлении побегов из первых почек. Но вот там у нас обрезка на плодовую стрелку. То есть плодоносит уже более дальние почки. Вот здесь тоже. Это все один и тот же сорт. Мы видим, что здесь грозди более полные, и они уже готовятся к цветению. Они зацветут раньше, и разница может составить, ну, на самом деле, может быть, и дней 10 в цветении и, соответственно, в созревании. Соответственно, несмотря на то, что данный конкретно куст, это тоже была сахира, плодоносит на первых почках, в наших условиях более оптимально будет все-таки ее резать на плодовую стрелку. Для каких-то других целей, может, в более жарком регионе, да, если мы хочем отсрочить получение урожая, то мы можем резать на короткую обрезку. Как понять, как резать? Да, в описании сортов часто эта информация присутствует. Но поймите, что в каждом конкретном случае, на каждом конкретном участке тот или иной сорт может вести себя по-разному. Я уже не буду ходить к кустам, но приведу пример Шардоне. Открываем описание, читаем, что у Шардоне очень низкая плодоносность побегов. 40% побегов вот этих зеленых только являются плодоносными. У нас порядка 90. Да, вот такие условия у нас развиваются так. Где-то может быть по-другому. Еще может быть причина, кстати, в том, что в промышленных условиях Шардоне выращивают в условиях страдания. У нас лазань не страдает, поэтому лучше закладывает плодовые почки и может нам давать лучше урожай. Мы возвращаясь к формировке, то есть вы смотрите по тому, как вам понятно, как вам удобно. Дальше наблюдайте, как куст на это реагирует. И для некоторых технических сортов, и для сильнорослых, для тех, у кого склонность к большому образованию пасынков, это часто франкоамериканские гибриды. Это мукузань, это ландонуар, это, чтобы не соврать, по-моему, маркет, тоже так себя ведет. То есть они дают огромное количество зеленой массы и огромное количество пасынков. И вот чтобы это сдержать, да, и получить оптимальный результат, для них замечательной формировкой будет пергола. Когда мы выводим зеленые побеги в горизонтальное положение, то пасынкообразование там сильно уменьшается. Ну, кроме того, мы вот этой зеленкой можем занять большую площадь и больше нагрузить куст, да, чтобы сдержать его, спеть, скажем так, и получить оптимальный результат. Но опять же вы смотрите по себе. В теории, в теории, эти сорта, они даже должны нормально выдерживать морозы, их можно оставлять на арке, не снимая. Мы не пробовали, но такая задумка у нас есть. С одной стороны. С другой стороны, опять же, мы находимся в зоне майских заморозков, когда почки уже начинают распускаться. И это не просто заморозки по земле, это морозы, в том числе и на высоте, там и 2,3 метра. Поэтому вот эта зеленка может подмерзнуть. Соответственно, выбирая такие формировки, если вы, например, делаете большой технический виноградник, имеет смысл не хранить яйца в одной корзине, да. Попробовать так, попробовать так, и уже тогда выбрать для себя вариант наиболее оптимальный, чтобы не было потом очень сильно больно. Ну, тут, кстати, есть хорошая новость в том, что технические сорта, они лучше восстанавливаются после заморозков. Многие технические сорта плодоносят на запасных почках, но не все. Вот в прошлом году у нас мускат манзоний подмерз, да, и урожай мы с него не получили. Поэтому тут, опять же, можно проверить, только опытным путем, да, можно опереться на чьи-то данные. Ну, всегда лучше проверить и вообще всегда лучше защитить. Теперь переходим к следующему вопросу. Нужно ли нормировать технические сорта винограда? Конечно, нужно и зелеными побегами, и урожаем. Единственное, что они могут тянуть большую нагрузку, и нормировать их в некоторых случаях нужно меньше, чем сорта столовая. Опять же, возвращаясь к сильнорослым. Ну, кузани, ландонуар, побегов зеленых много, дури зеленых много, гроздочки небольшие, грамм там 100-150. Вполне можно не нормировать, потому что вот эта огромная зеленая масса, она прекрасно работает на вот эту ягоду, и ее можно вызреть. И нагружать куст тоже нужно теми же зелеными побегами, чтобы сбить его спесь и силушку богатырскую. Ну, конечно же, не допускать сильного загущения, потому что сильное загущение – это болезни. Показываю конкретный пример. Специально ждал своего часа, да, специально я его не нормировала, чтобы показать вам ролик. Значит, это у нас ливодейский черный. Хорошая сила роста, да. Можно нагружать вот эту его часть. Сколько тут, полтора метра на двух плоскостях. Ну, вот эта сторона чуть похуже, вот эта передняя плоскость, да. Тут побеги послабее. Ну, вот вторая плоскость. И даже тут загружена серединка. Смотрите, куст достаточно сильно рослый. Но ливодейский черный, у него такой не самый ранний срок созревания. Особенно для нашего региона. Поэтому пронормировать его очень даже имеет смысл. Конечно, побегами он уже частично пронормирован, но еще можно кое-что убрать. Вот смотрите. Вот такой побег. Он в два раза отличается по размеру от остальных. То есть, ну, он здесь лишний. Оставлять его абсолютно не имеет никакого смысла. Он ничего хорошего не вытянет. Он так и будет вот такой маленький. Вообще оставлять такие побеги можно только если рядом есть, ну, большие без урожая, да, допустим, там подмерзание произошло. А так все, он здесь лишний. Мы его убираем. Уже выламываться будет плохо, поэтому я его обрезаю секатором. Вот на второй плоскости мы имеем такую же картинку, да, тоже вот слабый побег, который здесь лишний абсолютно. Вот его мы тоже убираем. Но, повторю еще раз, то я специально оставляла их, чтобы вам показать. Вот в этой стороне тоже вот этот побежек, да, он ни о чем маленький по сравнению с остальными. Все, он даже выламывается легко. Мы его убрали. Считать, сколько побегов оставляет, ну, честно вам скажу, мы этим никогда не занимаемся, потому что, если мы на все усты наши будем считать, ну, то мы только этим и будем заниматься. То есть мы смотрим, чтобы у нас не было сильного забущения, да, и чтобы побеги хорошо росли. Когда-то я рассказывала и показывала Зилга, универсальный сорт. Мы ему дали много места, и там нагрузка вот ради интереса посчитали была. То ли 80, то ли 90 глазков. Поэтому нагрузка зависит от состояния куста и от его возраста. Переходим дальше к нормировке гроздями. Смотрите, у него раз, два, три, четыре грозди на побег. Он уже в прошлом году у нас давал урожай, и грозди у него не шибко мелкие, наверное, грамм по 300. Соответственно, кио-200, как бы, ну, такая неплохая нагрузка на побег. Тем более, что побегов у нас много. И смотрите, какой нюанс. Вот если бы вот этот самый ливодийский черный рос на югах, там, где тепло, там, где длинный вегетационный период, то у взрослого куста в теории можно оставить и по четыре грозди на побег у взрослого куста. Маленькие все-таки надо им давать немножко возможности разогнаться. В наших условиях этот сорт, я повторю еще раз, он позналатый. Да, многие белорусы жалуются, что он не вызревает. Соответственно, что я делаю? Я как минимум две грозди убираю на каждом побеге, потому что сроки поздние. Вот когда оно пылится, можно будет убрать еще одну и оставить по одной грозди на побег. А вот здесь другой пример. Это у нас ананасный. Раз, два, три гроздочки. Гроздочки меньше. Мы, в принципе, это с вами видим. Хотя он может в дальнейшем развивать и такие неплохие грозди. Это уже грамм 200-250 будет. Но это ананасный. В наших условиях он ранний. В конце августа, в прошлом году мы его сняли. Так в прошлом году у нас было отставание. У нас была холодная весна. Растет тоже шикарно. Смотрите, вот до предпоследней проволоки дорос. Все, мне его абсолютно не надо нормировать. Я знаю, что он вытянет. Еще для технических сортов винограда существует такое понятие, как зеленый сбор. Что это такое? Это та же нормировка урожая. Это тоже удаление лишних гроздей, но в более поздние сроки. В период, когда ягода начинает окрашиваться. Существует даже специальный термин веризон. Начало окрашивания ягоды называется веризон. Почему так поздно? С одной стороны, это ну как бы сдерживает немножко рост куста, если у нас кусты вот такие дурно растущие. Да, с другой стороны, у некоторых технических сортов неравномерное созревание. Смотрите, опять же, возвращаемся в сравнение со столовиками. Столовые сорта мы можем так. О, созрела одна гроздочка, я пойду ее срежу и съем. Даже если вы на рынок работаете, да, вы пошли там срезали более спелые грозди, там, 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 там. Через несколько дней пошли срезали то, что дозрело. С техническими сортами, ну, если мы будем ходить выбирать, во-первых, когда ягоды синюю, мы не видим. Мерить сахар в каждой ягоде и смотреть в косточку, ну, если это, например, темная сорта, то можно чокнуться. Да, то есть мы снимаем все вместе. И у нас и там ягоды синие, и там ягоды синие, но созревала она неравномерно. Вот когда ягода начинает окрашиваться, подойдите к кусту, посмотрите, вы увидите, о чем я говорю. Вот оно видно, одни уже так нормальные синенькие, а вторые только-только. Ну, а через две недели они у вас все станут одинаковыми. Если вы потом вот смотрите параметры более спелой ягоды, да, вы считаете, что спело, а когда вы собрали в общем, получилось, что и сахар там не очень, и все остальное не очень. И если для белых сортов винограда это может быть простительно, но будет ниже сахар, но будет выше кислота, ерунда. То для синих сортов, для которых важна фенольная зрелость, это может быть критично. Потом получится невкусное вино, которое там пахнет травой, овощами и всем остальным. Все лишь потому, что вот мы не провели этот самый зеленый сбор. Последний вопрос, болеют ли технические сорта винограда, нужна ли им обработка от заболеваний. Тут надо четко понимать, что технарь, технарю рознь. И смотрите, технические сорта делятся на определенные группы. Есть сорта европейские, особенно старые сорта, вот тот же Шардоне, Пинонор, они более подвержены грибковым заболеваниям. Хотя, честно говоря, я позволю себе маленькое отвлечение. Когда-то, когда я только читала про эти сорта, я читала, что они такие капризные, они такие капризные, вообще там танцы с бубнами надо танцевать. Но, честно говоря, вот в наших конкретных условиях, да, у нас появилось место, у нас появилась возможность как бы их испытать. Мы их посадили, и пока что у меня нет абсолютно никакого разочарования. Я бы не сказала, что они какие-то болезненные или капризные. Но, конечно, время покажет. Но пока что, вот четвертый год этому винограднику, и все с ними хорошо. Мы всем довольны. Но все равно теория гласит, что европейские сорта, они более подвержены заболеваниям. Ну, вот приведу пример тоже зигиреба, он хватает мельдию. Если мы делаем профилактические обработки, все будет хорошо, но он хватает мельдию. Кто-то подвержен поражением серой винили. Опять же, если у нас какой-то такой влажненький, прохладненький регион, то защищать надо. Вторая группа сортов, но есть еще гибриды. Это европейская лоза скрещена с какой-то другой. И среди них есть такая отдельная группа, называется пиви сорта. Вот эти пиви сорта специально выводились для того, чтобы поменьше было обработок, чтобы поменьше с ними вообще было всяких танцев, их выводили на устойчивость. Вообще ко всему, ко всем внешним факторам. И, соответственно, обрабатывать их нужно меньше. Но смотрите, 100% устойчивых сортов не существует в природе. Склонность к заболеваниям того или иного сорта, с одной стороны, да, она заложена генетически, с другой стороны, это условия, в которых эти, лозы произрастают. И вот эти самые пиви сорта, то есть если мы их посадим под забор, если мы их будем растить в загущении, там, говорить, им надо страдать, да, там, где-нибудь в тени, еще дождь на них капает, еще что-то, то они у вас будут болеть. Если же мы выделяем хорошенькие, тепленькие места, да, мы их немножко подкармливаем по мере необходимости, немножко поливаем по мере необходимости, даем правильную нагрузку, не допускаем загущения, проводим зеленые операции, то в таком случае, да, там вообще можно пробовать обойтись без обработок. Во всяком случае, по-моему, даже вот сафира тоже относится к пиви сортам, и в описаниях я читала, по-моему, одна-две обработки достаточно. Сезон против 4, ну, для всех остальных стандартные. Поэтому обрабатывать можно меньше, можно пробовать их выращивать без обработок, но, опять же, надо осмотреть ваш участок, ваш уход и сезон. Это тоже надо понимать, бывают сезоны хорошие, когда у нас хорошая погода, когда и растение сильно, у него и иммунитет есть, да, и погода не благоприятствует. Развитие заболеваний может быть, как раз-таки наоборот, там холодно, дождливо, растение и так страдает, а для вот этих грибков шикарная погода, да, у них только чешутся их гипы, чтобы кого-нибудь заразить и заболеть. То есть, вот это надо иметь в виду. Все эти характеристики, да, про устойчивость, там, более устойчиво, менее устойчиво, есть в описаниях сортов, но все равно еще многое будет зависеть от места и от вашего ухода. Ну, и что хочется сказать напоследок. Рецепт классного и правильного вина это правильный подбор сорта для вашего участка и для вашего региона по срокам созревания. Дальше, помните, что виноград теплолюбивое и светолюбивое растение, соответственно, постараться по возможности дать ему свет и тепло, немножечко вашей заботы и вы получаете классное вино, которое будете пить нас с наслаждением. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов и награды и наши контакты. И до новых встреч!